МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта вакцина, вот эти вакцины, должны быть распределены по 55 точкам. А завтра желающие могут начать вакцинироваться. И эту ситуацию мы взяли на особый контроль в студии Айман Каймузина. И наш спикер, заведующий инфекционным отделением городской клинической инфекционной больницы города Алматы, Абзал Малбасканов, с которым мы обсудим все вопросы относительно этой горячей темы. Это прямой эфир и телефон прямого эфира 8-72-72. 75-01-02. И ватсап, на который вы можете написать свои текстовые сообщения, по номеру 8777-046-33-33. Но для начала давайте посмотрим статистику. Вот, казалось бы, население, наученное горьким опытом, должно быть готовым. Но статистика говорит о другом. Вот буквально события годовой давности говорят нам о том, что это действительно смертельно опасная инфекция. И пострадало очень много людей. Но, к сожалению, наше население не делает соответствующих выводов. Давайте посмотрим на экран сейчас и увидим статистику. Какая на сегодняшний день статистика по коронавирусу. Будьте добры, пожалуйста, на экран цифры нам, которые мы продемонстрируем нашим телезрителям. И вот такие цифры у нас. Всего заражено 244 981 человек. За сутки, по Казахстану это цифры, за сутки заболели 1873. И в Алматы, обратите внимание, плюс 515 человек каждый день регистрируются вот с этим заболеванием. То есть заболевают. И это действительно сегодняшний день, Абзал Дмитрий Бекович. Это действительно такая вот она статистика, которая оставляет желать лучшего. И которая, наверное, при виде которой возникает очень много вопросов. Почему такая ситуация произошла? Мягко говоря, она вышла из-под контроля 515. Год назад, в прошлом году, в день регистрировалось 250 человек. Вот насколько я помню. Это регистрировалось в самый пик разгара, в 2020 году. Это было месяц июль. И тогда, конечно, это было все очень контролируемо, потому что сам COVID-инфекция была малоизучена. Мы изучали, всех выявляли и старались всех быстро госпитализировать, либо локализовать и закрывать на карантин. Но потом, конечно, был период затишия. Мы первую волну как бы справились. Потом началась вторая волна. Но мы вторую волну тоже прошли, в принципе, на ура. Без всяких жестких локдаунов, жестких карантинов, как в западных странах. Потому что мы же все-таки живем в глобальном мире, на одной планете. Интернет везде работает. Но мы это пережили. Но в этом году, конечно, появились новости в конце 2020 года, что появляются британские штаммы. Если вы помните, закрывали Британию не сама Британия, а другие страны запрещали туда уже лететь самолетом и импортировать какие-либо различные продукты или продукции. Но не только британские. Да. Потом постепенно выявлялся еще в Латинской Америке, в Бразилии, в дальнейшем потом в Южноафриканской республике. Но, в принципе, это коронавирус. Мутируется не сам генетический материал, а его вот эти антигены вокруг. За счет этого, конечно, симптоматика болезни тоже изменяется. Мы это заметили где-то месяц назад. Во время пациента, когда к нам поступали, у нас была наработана своя тактика, своя схема лечения. Это патогенетическое, асимптоматическое лечение. Но начали замечать другую вещь, что у пациентов появляется уже кашель. Это как побочный эффект появляется? Нет, нет. Просто раньше пациенты жаловались, превалирующим симптомом всегда был отсутствие обоняния, отсутствие ощущения вкусов. И это как бы превалирующим симптомом был. И потом, в период острого кризиса самого заболевания повышалась температура, которая осложнялась острым респираторным дистрессоминдромом. И другими осложнениями. Но вот в течение месяца мы наблюдаем, что пациенты уже жалуются, превалирующий симптом – это кашель. У коронавируса появился кашель. Основной симптом, можно так сказать. Да, можно сказать. Кашель, потом температура, а потом уже отсутствие обоняния и вкуса. Это уже не самые главные симптомы. Но вот кашель говорит о том, что поражается бронхолюбочная система органов дыхания. Да, я хочу сказать по поводу вашей статистики, почему было в прошлом году в самый пик 250, а сейчас эта цифра возросла в два раза больше. Обычный, например, грипп, ОРВИ, заражал человек 2-3. Скорость распространения вы имеете в виду? Нет, он 2 человека может заразить, больной человек. А больной коронавирусом в 2020 году заражал где-то 6-7 человек. Из-за этого он был приравнен к инфекциям особо опасным. То есть вы хотите сказать, что это не просто смертельно опасная инфекция, да? Это инфекция, которая обладает высокой контагенозностью, по-моему, да? На вашем языке вот так говорят. Я сейчас дойду. И этот коронавирус обладал свойством, чтобы заражать 2-3 раза больше, чем обычный ОРВИ. Но в этом году, так как присоединился к каше, человек уже распространяет в 2 раза больше. И человек, который заражен мутированным штаммом коронавируса, он может заражать до 12 человек. Например, в 2020 году, например, из одной семьи, состоящих 5-6 человек, если заражались только половина, а половина оставалась, у многих возникали вопросы, почему у него ПЦР положительный, а у меня отрицательный. А сейчас картина выглядит так, что вся семья заболевает. И даже, что она молодеет. Много молодых людей уже болеет. Но вы об этих фактах знаете не понаслышке. Вы каждый день сталкиваетесь лицом к лицу с этой смертельно опасной инфекцией. Вы спасаете жизни. На ваших глазах случаются и, конечно, летальные исходы, но и есть случаи выздоровления. Вы работаете в той самой зоне РВИ-90 в народе. Это, знаете, у нас зона, район точнее, в которой располагаются вот эти инфекционные больницы. И у нас вот эта зона как раз-таки непосредственно с ковидом в нашем сознании, в сознании обывателей ассоциируется. И наш коллега, мой коллега, Махсуджан Манапов, побывал у вас в этой клинике. И я думаю, что сейчас уместно будет посмотреть материал, который он сделал, видеоматериал. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте посмотрим этот материал. После чего мы продолжим нашу программу. Внимание на экран. Будьте добры, пожалуйста, материал. Как клиника первого эшелона ориентирована на тяжелых пациентов, все тяжелые пациенты в основном поступают к нам. Больше пациентов молодого возраста. Это говорит о том, что вирус стал более агрессивен, он мутировал, и у него произошло укорочение инкубационного периода. То есть молодые люди сейчас поступают практически на 5-6 день болезни в тяжелом состоянии. Очень иногда страшно смотреть в глаза, потому что действительно в этих глазах мы всегда видим надежду, боль, страдания. Поступают пациенты уже с одышкой, с большим поражением легких. Иногда на КТ еще 100% поражение легких, когда легкие сами дышать уже не могут. Все мы объединяемся, и во благо каждого пациента бьются до конца. Да, мы вытаскиваем большие случаи, но бывают единичные случаи, что иногда мы не можем даже этим людям помочь. Вроде бы все назначается, лечение идет по плану, но не всегда мы получаем положительный эффект. Единственный выход – это вакцина. Она поможет препятствовать развитию болезни. Призываем вас быть социально ответственными. И я думаю, что это на сегодняшний день фраза не просто актуальна, а она, наверное, ключевая такая фраза. Правда, Абзал Дюсимбекович? Спасибо вам, что вы прокомментировали в этом материале, ну, скажем так, ситуацию. Ну, хотелось бы сказать, конечно, в прошлом году у нас был лозунг в 2020 году, который президент объявлял. Безбергеменс, мы вместе. Под этот лозунг, конечно, мы объединились и показали очень высочайший класс. Не только врачи, но и народ. Помните же, когда летом происходили вот эти ужасные дни, что не только врачи, и другие люди из разных сфер, из разных социальных слоев, все образовались в одну команду и друг другу помогали. Благодаря этому мы победили эту первую волну. Но в дальнейшем, конечно, мы расслабились. И что хочу сказать. Да, действительно, мутированный штамм имеется, который уже подтвержден. Всемирная организация здравоохранения. По поводу этого британского штамма, бразильского штамма, южноафриканского. Но мы тоже на месте не сидим. Благодаря, конечно, поддержке президента Акимата в городе Алматы построено уже не одна, а несколько больниц с большим коечным фондом и с последними оборудованием. Авзалович Ембекович, вот насколько мне известно, вы говорите об официальных штаммах, которые зарегистрировала ВОЗ, Организация, Всемирная организация здравоохранения. Но в пабликах, в интернете просочилась информация о том, что на сегодняшний день существует еще и алматинский штамм. Вот слышали ли вы о таком штамме и что вы можете сказать? Вот вообще, чем принципиально вот эти штаммы между собой отличаются? Ну, если так образно говорить, был солдатик, он если одел шлем, значит он уже как бы эволюционировал, модифицировался. То, что раньше его просто можно было убить, сейчас его уже более сложнее. И он начинает с каждой мутации, он, конечно, защищается какой-то броней. Но суть, почему мы про вакцину говорим. Хоть, давайте такой пример. Человек, худой парень, пошел в качалку, да, в тренажерный зал. Он качается, он становится сильным, мощным, но суть его генетики не меняется. Из-за этого вакцина как раз нацелена на что? На то, чтобы мы знаем структуру генома, РНК этого вируса, и мы будем, когда вакцина внедряется в организм, есть такие вот вирус, вокруг него корона. Вот корона, это там белки. Благодаря этим белкам они открывают, так сказать, ключик. Наши клетки в иммунной системе организма заходят туда и размножаются, как в фильмах ужасов. Теперь, когда видов вакцин очень много, на сегодняшний день мы имеем, конечно, этот спутник ВИИ. И это самая популярная на сегодняшний день вакцина. И самая лучшая. Вот она признана, по крайней мере, экспертами. Которая признана уже Всемирным организмом здравоохранения. Несколько уже стран эту вакцину закупают и уже проводят вакцинацию своего населения. На подходе, конечно, еще наш отечественной вакцина. И в большинстве своем мы должны сказать о том, что положительный эффект от вакцины. За исключением одного-двух случаев буквально. Но там тоже, видимо, индивидуальные случаи. Да, я хотел просто сказать, что, например, спутник ВИИ, это как раз корона, вот эти белки. Спутник ВИИ делается на основе матричного РНК. Получается, делается секвенирование этих вирусов, берется сам антиген и внедряется в организм. Организм познает, наша иммунная система познает информацию об этом вирусе и начинает строить защиту, оборону. Если даже человек провакцинированный столкнется с большим количеством вируса, он перенесет в самом легком форме. Условно говоря, в мягкой форме, да? В мягкой форме. То есть мы не доведем этого человека до реанимации или, может быть, до такой степени отдышки, что невозможно будет справиться. Да в крайнем случае от летального исхода просто это защитит. Получается, вакцина, спутник ВИИ или любая другая вакцина, но в данном случае мы сейчас знаем, что самая популярная спутник ВИИ, это единственная панацея от коронавирусной инфекции. И что имеем на руках? К сожалению, у нас нет больше других лекарств. Это так? Конечно так. В западных странах, конечно, изобретают. На сегодняшний день в Всемирной организме здравоохранения уже зарегистрировано около 250 видов вакцин. Из них только в допуск, ну там по числу, да, допускается только 10 видов. Казахстанская вакцина, например, стоит на 15-м миссии, потому что показывает отличные результаты, скоро заканчивают третьи фазы клинических испытаний. Тоже эффективность больше 96%. И из этих вакцин просто, например, то же самое Америка, да, который производит Pfizer, тот же самый Франция, который вот AstraZeneca, свои вакцины. Сегодня, как мы узнаем, что Франция закрывается на национальный локдаун. Полностью. Получается, им самим не хватает этих вакцин, чтобы население привить. Получается, нам ждать от них или покупать нет возможности. Только у нас самый ближайший сосед – это Российская Федерация. И у нас собственная производство. Да, и собственная производство, которое сейчас у нас в Казахстане тоже спутник ВИИ производит. Благодаря этому у нас есть уникальный шанс, чтобы привиться, не отставая от ведущих стран, и показать, насколько мы сильное государство, наша экономика и сплоченный наш народ. Вот сейчас более подробно мы поговорим о процедуре вакцинации, о самой вакцине. Мы нашли одного человека. Это вот героиня нашей сегодняшней программы. К сожалению, она не согласилась давать интервью, но по телефону согласилась нам ответить на наши вопросы. Ну, это хорошо. И она сейчас на связи. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Жанара, по-моему. Да. Жанара, скажите, пожалуйста, вот какое время прошло с момента последнего укола вакцинации? Потому что вакцинация у нас проходит в два периода. В два этапа. Один, да, в два этапа. Затем 21 день должен пройти, и потом второй укол. И вот с этого момента сколько уже прошло времени? Ну, почти что месяц. Месяц, да? А? Ну, где-то месяц назад, да. Месяц. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Ну, хорошо, все хорошо. Как только вы поставили первый укол, были какие-то побочные эффекты? Скажу честно, нет, ничего не было. Ну, были страшно много, да. Нас сейчас немного интернета этим пугает, да, то, что какая-то аллергия будет, удушье может быть. Нет, все прошло хорошо. Отлично. Еще один вопрос. А почему вы решили вакцинироваться? Вот что вас побудило? Ну, конечно, в первую очередь, обезопасить себя, своих деток. Вот, ну, то есть обезопасить. Обезопасить себя. Да, да, да. И еще один вопрос. Кто-нибудь в вашем окружении, среди родственников, привился? Среди родственников? Они ждут, когда все у меня пройдет, и в дальнейшем жизнь. Они будут прививаться тоже. Жанара, огромное спасибо вам за то, что вы согласились принять участие в нашем прямом эфире. Желаю вам крепкого здоровья. И это очень актуально на данный момент. Получается, вакцина, ну, мы можем так вот с радостью утверждать, что практически не имеет побочных эффектов. Вы знаете, просто... Вакцина все-таки имеет в определенных случаях. Нет, просто когда про вакцина заявляют, он проходит рандомизированные клинические исследования в три этапа. И даже вот этот спутник ВИИ, оно прошло исследование, его проверили все научные, большие лаборатории, международные организации, и дали разрешение, и сказали эффективность 91,6%. Это же большая цифра. Это большая цифра. Но просто вы знаете, ну, мы живем в 21 веке, есть интернет, у всех есть телефоны. Но как этим пользоваться? Многие, конечно, люди, которые хотят заработать на этом, хотят сделать хайп, создать свой контент в каких-то пабликах, в каких-то интернет-ресурсах, на основе своих домыслов и догадках, не имея никакого образования, никакого понятия, строят какие-то вот эти теории заговора и конспирологии. А многие люди, конечно, это смотрят и добавляют своими домыслами, догадками, какие-то совпадения находят, и начинается недоверие. И это недоверие, конечно, всегда будет вести к какому-то тупику. Ну, это, знаете, это эффект имиджевой рекламы, понимаете, в уста. Вот мне кто-то сказал, допустим, что вакцина опасна, но если это человек сознательный, и который хоть немного читает, вот скажем так. Хотя на сегодняшний день мы можем сказать о том, что практически да. Вся информация открытая. Можно и на русском, и на казахском, и на английском, и на китайском все прочитать. Только правильно забей и прочитай. Но всегда, когда мы забиваем, наверное, попутно какие-то рекламы выходят, какие-то, на ключевое слово, всякие теории заговора выходят, и человек отвлекается туда и забывает первоначально, что он искал. Этого бояться не стоит. Мы сами, люди, которые выросли, родились в 70-х, 80-х, даже 90-х годах, мы с рождения на третий день получаем прививку. И до первого класса... Ну, ты же сам, АКДС. Да. Все мы получаем. И нормально проходит. И мы живем рады. Помните, как у наших родителей противооспы делали прививки? Вот такие большие кружочки на левом предплече. До 61-го года это делалось, а потом Советский Союз объявил, что мы победили ветряную оспу. А потом уже перестали. Точно так же, думаю, будет здесь. Мы провакцинируемся, и потом смело будем заявлять, что мы победили коронавирус. И если даже вот по поводу вакцины, девушка, вы же задали вопрос, какие-нибудь побочные действия были. Как я до этого говорил, когда мы все-таки укреплять иммунную систему, делаем вакцину, чтобы была информация, иммунитет в любом случае реагирует. Иногда умеренным повышением тела. Это естественно, потому что иммунитет получен. Повышение температуры тела? Да. В день укола этой вакцины. Это нормальное явление. Вот вы затронули как раз прививку АКДС. Помните, в школе, в пятом классе, по-моему, в левую под лопатку делали, и у нас прямо боли были, температура. Причем не в течение одного дня, а в течение трех дней. Я хорошо помню, когда деткам маленьким делают, и у них вот тоже как бы такая реакция организма. Да. Ну, мы же и вы здоровы. Зато никогда не болели. Ни коклюшем, ни дифтерией. Живем смело. Ну, конечно, многие люди не хотят терять свой обычный образ жизни, бояться всего лишь. Но если так посмотреть с другого ракурса, если мы провакцинируемся, создадим свой иммунитет, в принципе, обеспечение все есть, значит, скоро мы быстрее раньше вернемся к своему привычному образу жизни. Мы, люди Казахстана, очень любим веселые праздники. Мы люди с юмором. Мы очень положительные люди. Не зря в Казахстане проживает много национальностей, и каждый друг к другу относится как своему родному, потому что у нас в доме есть дружба. И благодаря этой вакцинации, если мы все вернемся, как было до этой пандемии, после вакцины, конечно, мы быстрее вернемся и дальше будем продолжать жить на позитивном ключе и радоваться жизни и мелочам. Вакцину от коронавируса и вакцину от АКДС мы же не можем сказать, что принцип действия один. Нет, конечно, не можем сказать. Просто там антикоклюшная, а дифтерийная, там две инфекции было, как раз АКДС, видите, а здесь только одна. И принцип действия сам. То есть, когда мы ставим вакцину от АКДС, насколько мне известно, человек приобретает, сначала должен переболеть, такая мини-болезнь должна у него произойти, а когда мы ставим коронавирусную инфекцию, здесь, это как кальтализатор иммунной системы. Я правильно понимаю? Нет, давайте на таком примере объясню. Если, например, у нас в организме иммунные клетки, наши солдатики, где-то их 100 штук. Если мы туда провакцинируем, положим только убитую одну штуку коронавируса, 100 солдатиков быстрее справятся и будут иметь информацию про него. А если непровакцинированный человек с солдатиками около 100 штук заразится вирусом, ну, кто-то на него покашлял, и попадет в организм тысячи штук коронавируса, 100 солдатиков быстрее справиться или не быстрее? Вот в чем вопрос. Мы должны уже информировать организм, что есть такая инфекция, чтобы организм был готов, чтобы оборона была. Вот и все. Уважаемые телезрители, вы смотрите программу на особом контроле. Еще раз напомню наши телефоны. Это телефон прямого эфира 8-72-72-75-0-1-0-2. Поэтому номер телефона. Вы можете позвонить к нам и задать свои вопросы. Тема-то актуальная. И ватсап-сообщение можете свои текстовые сообщения на ватсап присылать. 837-ки по номеру 046-33-33. Итак, дорогие друзья, на сегодняшний день в Алматы какая информация по поводу вакцин? Завезли 35 тысяч вакцин в спутник Ви. Если на первом этапе разрешалось прививать казахстанцев от 18 до 60 лет, то уже с апреля, ну вот с этого месяца, получить антиковидный укол смогут все совершеннолетние. Алмаз Люсебекович, скажите, пожалуйста, насколько возрастной ценз поменялся относительно вакцины? То есть действительно ли та информация, которая только что сейчас сказала, вы можете ее подтвердить? Что сейчас от мала до велика могут привиться? Конечно, в январе месяца, когда с путником Ви прививались люди, возрастной ценз был 65 лет, потому что не было изучено. Но некоторые страны предоставили, вот сейчас прошло уже три месяца, что многие люди, которые даже выше 65 лет провакцинировались, они благополучно это пережили, и у них уже имеется иммунитет коронавирусной инфекции. Благодаря чему и сейчас уже разрешается и в Казахстане. Можем ли мы сказать, что вакцина спутник Ви, она работает и против вот этих новых штаммов, которые на сегодняшний день появились от британского, от южноафриканского? Ну, как я до этого говорил, метафору привел же, что молодой худой парень пошел в тренажерный зал, сколько бы он ни качался, каким бы он ни был бы сильным и качком, генная структура его не меняется. Значит, она будет работать на все виды штаммов. Мы в самом начале программы сказали о том, что сегодня завезли 35 тысяч в Алматы, 35 тысяч вакцин, и вот сейчас до 12 часов ночи они должны быть развезены по 55 пунктам. А вот расскажите, каковы условия хранения вакцины? Что для этого нужно? Какие условия? Условия тут до этого затрагивали же разные виды вакцин, да, вот как западных. Я просто не договорил. Тот же самый, например, Pfizer или AstraZeneca вакцины. Чтобы транспортировать от одной точки А до точки Б, нужны холодильники или камеры специально оборудованные при минус 70 градусов, а при спутнике это минус 18 градусов. Это получается обычный холодильник вполне. И даже с этой точки зрения эта вакцина, она как бы выгодна для нас. Будет транспортировка не страдать. Не будет страдать. Я хочу вам сказать, что процедуру вакцинации, вот эти все массовые мероприятия сейчас поддерживает бизнес-сообщество. И у нас на связи председатель комитета развития МСБ президиума НПП Атамикен, член Совета по предпринимательству при президенте Республики Казахстан Раимбек Анварович Баталов. Вот мы сейчас, он у нас в прямом эфире, и мы сейчас поговорим. Раимбек Анварович, здравствуйте. Как слышно нас? Да, отлично, отлично слышно. Раимбек Анварович, вы в прямом эфире, и эта программа на особом контроле. Меня зовут Айман Каймульдина. И сегодня у нас, вот знаете, такая горячая тема, это вакцинация. Вы наверняка знаете о том, что 35 тысяч вакцин сегодня поступили к нам в город Алматы, 21 тысяча остается у нас здесь, и остальная часть будет распределена по регионам. Вот. Как бизнес-сообщество готово поддержать на сегодня население города Алматы, любимый город, скажем так? Ну, да, безусловно, бизнес не стоит в стороне. Мы в рамках делового совета при Акиме города практически в неделю несколько раз по этому поводу заседаем. По Зуму обсуждаются проблемы, и мы со своей стороны ведем, ну, достаточно активная позиция, да, по помощи Акимату в части хранения, в части транспортировки, подстраховки всех необходимых процессов, потому что, ну, это наша общая задача, считаю. И малый и средний бизнес в первую очередь в том числе страдает от того, что происходит сегодня у нас и в стране, и в регионе, и в части локдауна, и того большого количества людей, которые, к сожалению, заражаются новыми штаммами и так далее. Поэтому все мы, как образованные люди, понимаем, что пока 60-70% нашего населения не вакцинируется, либо не переболеет, эта ситуация, ну, просто-напросто не изменится. Но я вам скажу, что если это будет долго продолжаться, это зависит от каждого из нас, то, ну, я не знаю, с малым и средним бизнесом, а Алмата это все-таки город малого и среднего бизнеса. Но сейчас тяжело, потому что год 20-й был очень сложный. Но если так и будет продолжаться еще целый год, это, конечно, ну, очень и очень тяжело будет для предпринимателей. Рейнбек Анварович, хочу спросить у вас о личном опыте вакцинации. Вы сами привились, и если привились, то какой вакциной? Расскажите, как вы себя чувствуете? Уже забегая вперед, честно говоря, не дождалась вашего ответа. Я я жду вот апреля месяца. Могу сказать, что мы ведем сейчас активную работу у себя в коллективе. Почему? Потому что многие реально не хотят. И, ну, мы объясняем, тем более вот у нас, посмотрите, наши торговые развозят нашу продукцию каждый день, объезжая по 30-50 магазинов. Да, то есть это вот как раз они как медики, как полицейские, реально на передовой. Да, люди ритейла, люди услуг, там, кто работает, я считаю, они тоже фактически на передовой. И мы, безусловно, переживаем и отвечаем за то, чтобы, ну, вот наши сотрудники все-таки сами не заболевали и не переносили, да, ну, и были готовы, если не дай бог заразятся, то, ну, вот, после вакцинации мы понимаем, что в общем, совершенно по-другому переносишь, да, и выработаны антитела, вот, поэтому мы ждем вот того, что сейчас нам разрешат в апреле месяце уже вакцинироваться, мы разговариваем с Акиматом в плане того, чтобы действительно наших сотрудников в том числе начали включать вот в этот список, как говорится, первой категории, и мы готовы к вакцинации, и мы хотим вакцинироваться. Еще один вопрос, Реймбек Анвадович, побудьте на линии, ваша работа предполагает часто, скажем так, вот посещать зарубежные страны и так далее, как с методом безопасности, ну, кроме того, что я уверена, что вы носите маску, с уверенностью об этом заявляю, но вот, наверное, зарубежные страны не посещаете и своему близкому окружению не разрешаете этого делать. Ну, я могу сказать, что, понятно, есть разрешенные поездки, да, но, тем не менее, лучше сейчас обезопаситься. И могу сказать следующее, что маски нужно носить, неважно ты и держать дистанцию социальную, неважно ты привился, либо ты уже переболел и имеешь антитела, в любом случае ты можешь быть переносчиком, да, этого вируса. Поэтому, ну, первое, то, что, понятно, советую, мы сами стараемся не летать, а второе, это то, что те, кто переболели либо вакцинировались, обязательно должны использовать и маски, и социальную дистанцию. Раимбек Анварович, я благодарю вас за участие в нашей программе от имени нашей редакции, от имени редакции на особом контроле. Прежде всего, желаю вам крепкого здоровья и думаю, что мы обязательно встретимся в студии нашей программы и проведем эфир на тему. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и вакцинируйтесь. Да, на тему, как вот сейчас нелегко, наверное, бизнес-сообществу и какие меры нужно предпринимать для того, чтобы бизнес-сообщество все-таки у нас, ну, скажем так, оставалось, ну, оставалось в центре нашего внимания и приносило пользу обществу. Спасибо большое, Раимбек Анварович. А мы продолжаем с нашим, да, с нашим спикером Абзалом Дусимбековичем. Абзал Дусимбекович, только что Раимбек Баталов сказал о том, что это очень важно носить маски, соблюдать масочный режим. Причем, неважно, переболел ты или ты здоров. Вот насколько актуальна эта процедура? Вот я даже так скажу, наверное, ну, не процедура, а вот ношение этого атрибута. Нет, ношение мозга просто я вспомнил до пандемии еще основном у нас знаменитые люди, основном молодежь, им модно носили какие-то маски различного различных видов. И это было как-то популяризировано. Но с началом пандемии почему-то к маске начали относиться очень негативным ключи. Начали опять же тот же самый придумывать, что оно убивает нас, и мы дышим углекислым газом. Лучше чуть-чуть перетерпеть и дышать нормально, чем потом, чтобы не жалеть и чтобы воздуха не хватало. Я так скажу. А почему после вакцинации нужно носить маски? Ну, помимо коронавируса еще другие-то инфекции, все равно-то есть. Пока все, весь коллективный имутик не состоится, пока будет, конечно, опасно. Вероятности потенциальные риски всегда будут. Мы уже говорили, я, в частности, говорила о том, что вы на передовой и каждый день сталкиваетесь с этой смертельно опасной инфекцией. Вы можете сделать, ну, скажем так, такой небольшой анализ, как эта инфекция проявляла себя год назад? Вот там, в стационаре, вы же видите, каждый день к вам поступают люди. И сейчас он стал агрессивнее, этот вирус? Ну, до этого, как тоже говорил, в 2020 году, когда вот в марте сначала появилась, конечно, цепочка, мы все было под контролем. Каждый человек, который уже болел, был сразу локализован, закрывался на карантин, либо там, санаторий, либо какие-то в клинике. И многие пациенты возмущались. Почему? Потому что ПЦР был положительный, положительный, хоть пневмония была, но они отрицали этого. Как таковой выраженной симптоматики не было. Из-за этого превалирующий симптом был отсутствие вкусовых качеств и обоняния. на сегодняшний день что мы имеем? Разница в том, что пациенты сейчас сразу начинают кашлять, температура иногда доходит до 39, до 40 градусов, что человека ломает, знобит. Это верхний предел. Да. И за несколько дней человек прямо может сгореть. Из-за этого, конечно, многие люди сразу обращаются. И еще хочу сказать, в прошлом году, например, если 100 человек заболели, из них в тяжелой форме болели где-то 10-15 человек, если грубо говорить. Если в процентном соотношении. Да, в процентном соотношении где-то 10-15%. А сейчас это процентное соотношение возросло почти в два раза. До скольки? Ну, 25-30%. 30%, да? Из-за этого, конечно, ну, опять же, хочу сказать, вирус, хоть он эволюционирует, ну, давайте кроме вируса и нашу сторону тоже посмотрим. Мы знаем своего врага, своего противника, но с нашей стороны, конечно, были возведены новые больницы, все сотрудники медицинских организаций были обучены, уже имеем опыт, имеется все необходимое, лекарства, оборудование, инструментарий, и благодаря этому мы справляемся. Помните, вот в 2020 году, конечно, не хватало коечных мест, а сейчас, если даже 515 человек за сутки, тогда было 250 человек, не хватало ни этого, ни того другого, что прямо у нас паника была общественная, а на сегодняшний день хоть два раза больше, но медицинская система справляется. Абзал Десенбекович, низкий вам поклон, вот серьезно говорю, не скрываю этих эмоций, потому что на самом деле то, что вы делаете каждый день, вы спасаете по сути жизни людей, вы понимаете, и я же не зря задала этот вопрос, то есть вы человек, вы прямой свидетель, вы не просто врач, а вы свидетель развития этой болезни, то есть на ваших глазах происходит развитие этой болезни, и самое главное, в острой форме вакцину уже не поставишь, то есть нужно все делать вовремя, верно? Конечно, но просто у нас, мы иногда смеемся, конечно, у нашего народа только есть две болезни, это сухтигин или костигин, либо сголовье, либо переохлаждение, и лечение у нас у всех одно, там, курдивший жир, либо какие-то чай с малиной, либо может быть, там, алкогольные напитки, это не помогает, это не работает, мы пока тратим время на всякие придуманные лечения, мы тратим драгоценное время и поступаем в критический момент, иногда бывает, что мы даже не успеваем помочь человеку, чтобы человек поступает сразу в реанимацию, и за это мы призываем, когда имеется симптоматика, вот, определенные симптомы, кашель, температура, мы все время говорим, там, отсутствие запаха, отдышка, сразу звоните, 103, звоните в свою поликлинику, потому что горячие линии везде работают, колл-центры работают, и скорая тоже, количество скорых машин тоже увеличено два раза. Авзал Дусин Бекович, скажите, пожалуйста, чтобы госпитализироваться быстрее. Да, я понимаю, насколько результаты ПЦР-тестов могут быть актуальными и корректными. Что такое ПЦР-тест? ПЦР-тест это определяет наличие гена в вашем организме. Ну, вот, я смотрела расшифровку этого слова, полимеразно-цепная реакция. Да. Правильно, да, я сказал? Ну, и просто, чтобы людям было понятно, я говорю, просто определяет наличие гена этого вируса в вашем организме из вашего генетического материала. Теперь, она может, например, многие люди переболели месяц назад и через месяц у них может быть ПЦР показывать положительный результат. Но он уже переболевший, он себя чувствует очень здоровым. Но в организме нужна очистка происходит. У каждого человека, у мужчины и женщин иммунный цикл длится около 28 дней в среднем. Месяц. Да. Вот за этот месяц, конечно, полная очистка организма происходит. Иногда у некоторых остается положительным. И многие думают, что я опять болею. Нет, это не так. Почему? Потому что ПЦР показывает наличие генетического материала, но не показывает живой или мертвый. В этот момент, конечно, мы делаем иммуноферментный анализ иммуносистемы. ИФА. ИФА. Смотрим антитела. Если антитела превалируют, конечно, стойки иммунчат, человек может не бояться. Из-за этого, даже если человек переболел, то это, как наш гость говорил, нужно наносить маски. Все равно потенциальный риск остается, чтобы не заражать других людей. То есть вы хотите сказать, что по сути он разносчиком заболевания является? Не всегда. Не всегда. Но, например, человек поступает в больницу, лечится где-то от 7 до 14 дней. В среднем 14 дней. После 14 дней он еще на карантине. Если так все суммировать, это 28 дней. Давайте посмотрим. И как раз вакцина тоже делается первое, и потом через 21-30 дней. 21 день, три недели ровно. После полного иммунного цикла. Да. Условно говоря, месяц. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем. Ага, Добрый вечер. Добрый вечер. К сожалению, у вас очень мало времени. Пожалуйста, кратко. Я пенсионерка из Алматы, прикреплена к поликлинике ВОК, Алмата, Аман-Кильды улица. Сегодня я дозвонилась до поликлиники, хотела записаться на вакцинацию. На что у меня спросили мой ИИН, мой участник, а потом сказали, приходите, значит, в день приема, чтобы ваша участковая медсестра вас записала на вакцинацию. А зачем я пойду в поликлинику при сегодняшней ситуации? Я буду сидеть в очереди, заражусь, и мне эта прививка по сути уже будет не нужна. Помогите мне, пожалуйста, как мне быть? Можно сделать так, чтобы сделали горячую линию в каждой поликлинике, мы позвонили, нас записали, потом нам перезвонили, сказали, такая-то, такая-то, пожалуйста, приходите туда-то, туда-то, во столько-то часов, мы вас будем прививать. Все, мы вас услышали, спасибо. В общем, чтобы такого столпотворения не было, больших очередей, конечно, в городе Алматы на апрель месяц планируется открыть до 250 точек в разных местах. Это могут быть и ТРЦ, и другие общественные места. В каждой поликлинике есть свои мобильные группы, которые на сегодняшний день ведут прием, онлайн-консультации и выездные консультации пациентов. И здесь тоже так же будет, скорее всего, всех сразу не позовут, а будет по каким-то участкам звонить участковый афтезиатр и записывать на время приема. Регулироваться будет это вопрос? Конечно. За год 2020 год мы же онлайн обучились, как в очередь, например, тот же самый сцион сходить или еще куда-то по времени. И в поликлинике тоже имеются талончики. Сейчас, я же говорю, у всех есть телефоны, все зарегистрированы, все могут забиваться. Абзал Типик, скажите, пожалуйста, насколько велика вероятность, что человек, который, если в прошлом году переболел коронавирусной инфекцией, на этот раз тоже может заразиться этой инфекцией? Вероятность большая? Если даже у него была тяжелая форма, потому что мы уже столкнулись с тем, что вот эта инфекция протекает в легкой форме, в средней, в средней степени тяжести и вот тяжелой, когда доходит до реанимации, до ИВЛ. Что мы замечаем на сегодняшний день, да, вот прошел за год, можем что-либо говорить. До этого мы говорили, что мы не знаем, какой иммунитет формируется. Это вечный, либо долговечный, либо краткосрочный. Но как показывает практика, те, которые в тяжелой форме переболели, на сегодняшний день у них титров антител еще в крови хватает. Кто в легкой, мало. И нужно просто периодически проверять концентрацию своих антител в организме. Если она падает, есть определенная черта. Если падает, например, КОИ-10 ниже, то вероятность повторного заболевания возрастает. Чем больше антител, человек может не болеть. На какой период мы можем рассчитывать? Где-то, как мы наблюдаем, 6-8 месяцев. И ВОЗ дает такие же данные, что около 6-8 месяцев. У некоторых даже до 12 месяцев хватает спокойно. Вопрос к вам, как к тезиатору. Скажите, пожалуйста, коронавирусная инфекция, это получается хроническое заболевание? Потому что, насколько мне известно, после перенесенной инфекции проявляется постковидный синдром, который в принципе опасен. И чем он проявляется? Тромбообразованием, дышкой, тахикардией и так далее. Там много проявлений. Просто коронавирус в организм, когда попадает, он поражает все системы. Потому что кровяное русло поражается. И насколько оно поражено, и последствия такие же будут. Осложнения. И последствия после даже человека, когда выживает. Ну, реабилитация-то есть? Да, реанимация-то есть. По поводу хронической коронавирусной инфекции, об этом, да, конечно, ВОЗ заявлял. Мы тоже проверяли этот контингент людей. Хронический коронавирус, говорить пока еще рано, в основном длительно, затяжно болеют те люди, которые страдают с иммунной системой. Это тот же самый онкологический болезн кровотворной системы, либо как раз иммунный дефицит человека. У них не формируется полноценно антитела, из-за этого длительно вирус находится в организме. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Время нашей программы подошло к концу. Желаю вам крепкого здоровья и здоровья вашим пациентам. Вот так, какое пожелание мне бы хотелось сейчас озвучить. Телезрителям, что хочется сказать, что вот сейчас искренне хотят все, мы все хотим найти ту самую волшебную таблетку, которая поможет не заболеть COVID-19. однако, как мы знаем, сейчас таких средств нет. Но для того, чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму, как мы уже об этом говорили, если вдруг вы заболели, то необходима вакцинация. Ведь это единственная панацея от смертельного вируса. Мы продолжаем держать руку на пульсе. С вами была программа на особом контроле. И если у вас появились темы, о которых вы хотите поговорить, или которые на ваш взгляд достойны освещения на нашей площадке, звоните к нам по номеру 872-72-75-0102 или на WhatsApp напишите 837-046-33-33. Всего доброго. До свидания. Здоровья вам. Редактор субтитров А.Семкин